В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя городского дорожного управления Евгения Малыгина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба предприятию в крупном размере. Почти всю трудовую жизнь Евгений Малыгин отработал в городском дорожном управлении. При этом более 12 лет занимал там пост директора. Работники этой муниципальной организации строили в Ярославле дороги, ремонтировали дворы. Вокруг одного из контрактов, заключенных еще летом 2011 года, и разгорелся весь сырбор, приведший Евгения Малыгина на скамью подсудимых. Все работы по данному муниципальному контракту были выполнены средственными силами ОАО ГДУ и привлеченными организациями. Вместе с тем, денежные средства, предназначенные для оплаты произведенных работ, по указанию руководителя организации, то есть руководителя ОАО ГДУ, были перечислены на счета двух сторонних организаций, не имеющих никакого отношения к выполненным работам. Причинен материальный ущерб на сумму более 17 миллионов рублей. Подсудимому предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий на посту руководителя коммерческой организации». В свою очередь, сторона защиты считает его невиновным, выдвигая свою версию случившегося. Не секрет, что в любой предпринимательской деятельности есть обязательный элемент риска. Никогда невозможно заранее знать, будет ли контрагент конкретной организации вашим надежным партнером. И в ситуации с теми организациями, о которых идет речь в обвинительном заключении, случилось именно так. На них понадеялись, а они нас подвели. Однако, поскольку ГДУ является организацией, отвечающей по своим обязательствам, нам пришлось самостоятельно, собственными силами, все работы выполнить. Претензий к нам по контракту нет, работы все выполнены в полном объеме с надежащим качеством. Я полагаю, что предмета обвинения не существует. Кто прав, теперь будет решать суд. С поста директора Евгений Малыгин был вынужден уйти еще весной 2012 года. Вскоре и городское дорожное управление зачахло. Некогда процветавшая организация из-за больших долгов теперь объявлена банкротом. Нина Свечникова, Александр Рябков.